Приветствую вас. Суть вопроса заключается в том, что автор познакомился с мужчиной, довольно активным мужчиной, она сама по себе, человек спокойный. Мужчина проявлял много активности, но в то же время говорил в основном о бензине, вот, и, соответственно, трое вопросов со временем его драмазило. Ну и надо сказать, что познакомились они на сайте знакомств. Вот. Дальше было некоторое расставание из-за того, что автор вопроса тормозило мужчину. Вот. Но потом произошел разговор, где автор столкнулась с таким мнением мужчины, что женщина должна работать. Вот. Автор вопроса это задела, она пошла на принцип и как бы решила настоять на том, что необязательно нужно работать с женщиной, хотя сама она считает, что любимое дело быть должно. Вот. После этого отношения почти на стоять, мужчина решил расстаться, сказал, что можем остаться с друзьями и так далее, вот. Ага. Автор вопроса. Автор вопроса у мужчины до того, что вот так сильно горела мужчина, да, такая сильная была привязанность, сильные чувства, притяжение, потом редко все погасло. А у нее уже появились чувства, привязанность к человеку и она все время о нем думает. Вот. И вопрос, который задает автор заключается в том, как правильно сейчас поступить, то есть выдержать паузу и попробовать с ним связаться или ждать от него проявления. Ну, на самом деле, ни тот, ни другой вариант не является корректным, потому что если вы сейчас мужчине как-то вот дадите о себе знать, то это будет что-то вроде того, что вы это делаете для себя, то есть чтобы он был с вами. Если вы не будете себя проявлять, будете ждать от него проявлений, то, во-первых, простать можно очень долго, во-вторых, там пассивность явно не то, что с вами сейчас происходит. Вот. Смучает, конечно, то, что вы не рассматриваете третий вариант, при котором, по сути, речь идет о расставании, то есть вы почему-то уверены в том, что человек себя проявит, то есть вы почему-то уверены в том, что мужчина захочет отношения возобновить. Честно говоря, причины, по которым вы так считаете, для меня остаются загадкой. Вот. Мне кажется, что есть ряд системных проблем, на которые нужно обратить внимание вам и которые могут являться предметом психотерапии. Во-первых, мне кажется, что у вас есть проблема с выражением своих чувств, то есть как-то вот вы не умеете выражать ваши чувства, делаете это, мне кажется, очень сдержанно неловко и говорите несколько не то и не о том, что вы чувствуете. То есть есть проблема коммуникации. Второй момент это то, что вам 33 года, как вы говорите, нормальных отношений у вас не было. Эта ситуация является амбивалентной, в том смысле, что, с одной стороны, это говорит о том, что вы боитесь близости, и вы действительно боитесь близости, вы действительно боитесь идти на сближение из-за плохого доверия себе. Вот. То есть здесь может иметь место быть страх перед близкими отношениями в силу того, что личные границы у вас нарушены. На это указывает, в частности, то, что при, ну, когда мужчина к вам, как бы, нацелен на вас, да, вы больше закрываетесь, когда мужчина уходит от вас, ну, то есть отдаляется, вы, как бы, к нему начинаете тянуться. То есть это классическая история про страх близких отношений, игра в догонялки, нарушение личных границ. С этим нужно работать. Вот. То есть, с одной стороны, это является проблемой. С другой стороны, есть ощущение, что вы, как бы, нацелены на отношения, но при этом эти отношения, они как-то бесприметны. То есть, вот вы, например, говорите, да, что появилась привязанность. При этом, при этом, вот, вы говорите, значит, два месяца вы встречались, да? То есть за два месяца вас было привязанность. При том, что мужчина, как бы, все время говорил об интиме. Вот. То есть это, что показывает, что это демонстрирует. А, степ... Первое, что вы воспринимаете друг друга и взаимодействуете только через геймерный вектор. То есть только как мужчина и женщина. Вот. То есть взаимодействие личностного, взаимодействие по интересам, возможностей для получения какого-то совместного опыта, совместных переживаний у вас нет. И, в общем-то, из-за чего отношения довольно поверхностные. И у вас уже появляется привязанность. То есть, мне кажется, привязанность идет не к человеку, который естественным образом возникает спустя, ну, гораздо большее количество времени, которое прошло. А привязанность возникает к некому образу человека, который вы себе рисуете. И в данном случае образ человека является формой ваших потребностей, которые вы не удовлетворяете. Ну, например, вы пишете, что в детстве, то есть не в детстве, а вот, ну, вы пишете в юности, вы пытались кому-то что-то доказать. То есть вы пытались что-то доказать мужчине. И в тот момент, когда вы пошли на принцип, вы тоже, судя по всему, пытались что-то доказать. И вот этот момент, да, он очень важен. Вы сейчас как бы жалеете о том, что вы пошли на принцип, но очень важно увидеть, с чем это связано. Очень важно увидеть, почему вы пошли на принцип, что важного было в том, чтобы вы пошли на принцип. Вот, что тут. Вот, такое решение, что вы пытаетесь доказать, что ценно, что имеете право на жизнь, да, на существование, вот такая история. То есть это, по сути, борьба за, ну, выживание. По факту. И естественно, что в отношениях нельзя бороться за выживание, и нельзя использовать своего партнера как средство самоутверждения, средство доказывания, что вы делаете. Это ставит вас в не свободную позицию по отношению, ну, например, по отношению к человеку. Вы не можете вести себя естественно и свободно. Кроме того, вызывает вопрос то, что вы говорите, что вы спокойно, что вам надо к человеку присмотреть. Вы не понимаете, с одной стороны, в этом нет ничего такого необычного. Ну, в целом, из-за того, какую картинку... Какая картинка рисуется? Благодаря вашему рассказу. Я бы, конечно, на это бы тоже обратил внимание. Существенное внимание я бы на это обратил, потому что мне кажется, что это очень важно. Насколько вы естественно в этом. Насколько для вас это естественно. Такая вот присматриваемость к человеку, при том, что понравился он вам, да? И так далее. Вот. Ну и последнее. Точнее, ну, несколько моментов. Несколько моментов. Значит, вы пишите. В основном, писал он, когда было время, я только отвечал, не хотел навязывать. Проблема с информацией. Вот. Дальше. Он сказал, что мы расстаемся и заплакал. Я был в шоке, не хотел расставаться. Я хотел с ним спокойно поговорить. Вот. Из какого числа спокойно поговорить и не хотел расставаться. Вот. Это такой момент. И, значит, последнее, что вы познакомились на сайте знакомств, это традиционно связывает с тем, что, ну, людям сложно знакомиться, в реальной, то есть, есть или негативный опыт, или проблемы с коммуникацией. Вот. Потому что знакомство через сайт, через сайт и знакомство в интернете, это история про очень такое выборочное, урывочное восприятие человека. Вот. Скажем, что на сайте знакомств люди воспринимаются друг с другом, как товар по большому счету. Вот. Ну, и выбираются по такому же принципу. Вот. Вот мне кажется, что, поскольку сейчас мужчина с вами расстался, у вас появилась возможность использовать эту ситуацию для того, чтобы начать меняться и менять свою жизнь с помощью психолога. И я думаю, что в процессе вы решите, как вам поступать, потому что, там, то, что вы расанализируете и анализируете, это страх неопределенности, которые с вами, с недоверием себе, необходимо научить вас себя доверять, чтобы тревога вас не беспокоила. И вы сами будете принимать решение. Вот. Когда, естественно, придется к тому, что правильных решений нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего доброго. Удачи вам. Удачи вам. APPра-то! Удачи вам. Удачи вам, Focus. Пальше вамие есть регулярное решение? Удачи вам могу-упратора. Удачи вам-прачка, техлика, ага-про-лим eater, whoa-про-про-про-хо-нуть детка.